Мы можем начинать. Да, 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 конечно. Всё, начинаем? Да, 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 можно начинать, ага. Всё, спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим о том, как начинать учить детишек английскому языку. Когда приходит новая группа, всегда учитель смотрит, а кто пришёл, какие они спокойные, активные, или, может быть, гиперактивные. Как с ними работать, какие методические приёмы использовать. И не на последнем месте важности вопроса остаётся, а какую книжку взять, какое пособие для них выбрать. Сегодня я имею честь представить вам пособие, которое разработано с моей коллегой Дай Михайловной Тимушевой. Называется оно «My Start with English». Две части. Предназначено пособие для первого года обучения английскому языку. Может быть, как дополнение к любому учебнику до второго класса. Может, как самостоятельной домашней работы. Можно взять и в классе, если ваши родители согласны его купить. Или для дополнительных занятий можно взять и в первом классе, если у вас идут дополнительные занятия в первом классе до второго. Соответствует тематика пособия тема ФГО с новой примерной рабочей программе, направленная на обучение чтению, грамматики, говорению и на расширение словарного запаса. Давайте посмотрим, как это всё представлено и как это можно использовать. Вот содержание. В учебнике это по таким вот темам интересным, о себе, работа, предметы, поиграем в игры. А вообще, как бы я вот слева выдала, о чём же идёт речь в этом пособии. Личные местоимения, числительные. Ну и как это даётся, и как с этим работать. Конечно, начинаем после устного опережения во втором классе, да, там ещё эти пару недель для изучения алфавита, начинаем знакомиться. В качестве героев в своём пособии мы с Дарьей Михайловной выбрали обыкновенных ребятишек. Как-то не сложились у нас отношения ни с умной мартышкой, шимпанзе, ни с мартышкой, ни с шимпанзе, ни с дракончиком дрессированным. Поэтому решили, что понятнее будет всего общаться и в твоей книжечке с ребятишками. Знакомимся. Запоминаем вопрос «УАЮ». Отвечаем, разбираем, тренируемся, отвечаем о себе на вопрос. А потом можно и поиграть, повернуться друг к другу лицом и спросить «ты кто?» и поиграть в знакомство. Дальше появляются слова «a girl, a boy». Теперь мы уже множим, больше о себе можем рассказать. Учим числительные от одного до десяти, решаем примеры, это для них очень интересно, и потом после этого добавляем «how all the youth». Ну вот, теперь уже можно о себе рассказать вот столько. И имя, и девочка, и мальчик, и возраст, и все на свете. Дальше идут личные местоимения, и вся первая часть, она идет, построена по разным темам, но в единственном числе. «He» и «She» учим, вопрос тот же, пишем. то есть, ввели тему, разобрали, потренировали, закрепили письменно, и вы увидите, я потом еще раз покажу, в конце каждой практической темы идут упражнения письменные на закрепление. Так, появляются мужчина и женщина, взрослые люди работают, у них есть профессия, учим профессии. А теперь, глядя на картиночку, мы можем рассказать, что скажет женщина сама о себе, то есть, вот, пожалуйста, закрепление в письменном виде. «ЭН» очень быстро соображают, правда, соображают быстро, но также быстро потом забывают и поставить «ЭН», поэтому нужно все время это повторять. Прошли местоимения, все дошли до цветов. Очень интересная тема, всегда всем нравится. Рисуем, пишем. вот, с правой страничка очень часто вызывает, ну, не очень часто, я бы сказала, вызывает у некоторых ребят вот это вот поставить в правильном порядке, идти за «Green Umbrella». Все у нас появляется «Umbrella Green», «Cat Black» или что-нибудь такое, нужно вот на это обращать внимание. Я не знаю, как у вас, может быть, они запоминают, у меня один-два человека всегда путают. Ну, как мне поговорить о том, что у нас ребята в рюкзаках «I have got» и здесь мы рассказываем, учим, что же у нас есть в рюкзаке, достаем, показываем, учим слова и посмотрите, тут уже пошел целый рассказ «Сема семья». На мультике как-нибудь посмотрели, слова запомнили, а теперь рассказывать будем о своей семье. С удовольствием пишут, запоминают, читают. Потом расскажем о семье Сэма и еще расскажем, что есть у собачки, у кошечки. Вот, повторим, проверим личное местоимение «I have got» поработаем в упражнениях. Притяжательное местоимение в соответствии с личными рассмотрим, выучим, можем сложить в большую коробку вещи каждый сдает, а потом спрашиваем, что это, рассказывают, это мое, это ее, это его, тоже интересно, выясняем, чьи эти ручки, карандаши, пеналы и так далее. Усвоили все это, переходим к отрицательной форме. Играем, вспоминаем, все это построено на знакомых словах, которые уже были, когда мы учили «э», 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 «из», но теперь как бы нужно построить отрицательную форму, и она получается очень быстро, да и слова заодно повторяем, тоже очень даже неплохо. После каждой темы идет вот такое небольшое статусное, тест-часов, проверяем, вот, учимся заменять, да, место существительное, хорошо, если предложение не дано подлежащее в качестве «хи» или «жи», а если это существительное, учимся быстро, но быстро не получается для начала, а потом учимся и английские слова, заменять местоимение. Тест на «HephasGoth» тоже смотрим. Вот у нас семья, да, сема, нужно рассказать о ней, кроме своей еще и сема, здесь у нас «HesGoth» уже идет, собачка-кошечка, играем, вот, да, и на «you», «I am not», «it is not», все это проверяем и ставим в отрицательную форму. После отрицательной формы, конечно, нужно учиться ставить предложение на «m» из «a» вопросительную форму. Вот интервью разобрали, написали, а потом сами кого-нибудь выбрали, глазки закрыли, и он угадывает, кто это, и получает утвердительный или отрицательный ответ. Вот такое завершение, да, темы, когда вы ввели, разобрали, оттренировали, закрепили, а потом вывели на говорение, не боюсь этого слова во втором классе, говорение, нормальное, это все для них очень интересно, тем более, если это делается, скорее всего, в игровой форме, то это вообще замечательно. То же самое в конце учебника делаем и на F-CASGOT. Вспоминаем, как рассказать, утвердительная форма, отрицательная форма, добавляем вопрос и ответ да, нет. Заканчиваем финальным тестом. Вот смотрите, из А, да, в отрицательную форму, вопросительный ответ, F-CASGOT, ответ и так далее. Вот, подводим, твоя оценка вот такая, если набрал строкобалу. Я здесь не пишу, у тебя плохо или нехорошо, тебе нужно повторить правиль. Вот и все. Ты старался, но еще нужно повторить правила. Не отбиваем желания. К нашей радости в этом году вышла вторая часть. В отличие от первой части, там, кроме того, что добавляются новые виды работы, новые темы, добавляется по тем же темам, которые прошли в первой части, множественное число. и повторяются они эти темы уже с единственное множественное число. То есть, вот такое и закрепление, и повторение, и наращивание, и добавление нового материала, и новых тем. Сразу начинаем с множественного числа существительных. У нас это самый распространенный способ образования. S и S учимся читать, вспоминаем числа от 1 до 10, переводим работой, переводчиками, сложная работа, но мы с ней справляемся. Дальше добавляем и 11-20, пишем, учим. Вот добавляются по всей второй части вот такие let's talk, маленькие диалоги, где поговорить. Этот диалог можно заменить, вместо птичек еще еще не увидеть, тюльпанчики, розочки, деревья, мальчиков, девочек и так далее. Нужное число и опять же разговорчики. Личное местоимение теперь все. Пошагово делаем, заменили, перешли сюда, добавили, теперь уже знаем, как это все добавить. Играем. вот я вам говорила, любят глаза кому-нибудь завязать и поиграть. Это любимое мяч. Множественное число, отрицательная форма, вопросительная форма на множественном числе. Учим стишок, добавляются стишки. We're happy, we're not sad и так далее. Опять же, как я и говорила, после каждой темы у нас идет небольшой тест. Дальше множественное число добавляем и к хэп-код. Правила и тест, и читаем, и диалоги составляем, и потом проговариваем. Добавляем множественное число притяжательное местоимение и добавляем притяжательных мальчиков при поддержке от имен собственных. Здесь тоже можно поиграть, да, чье там рассказать, чье платье большой, чье там платье красное и так далее. Можно поиграть, почитать, заменить чашечку на тарелочку, уже знаю, к тому времени, надо еще что-нибудь придумать. Вот эти вот очень интересные для них задания составляли, придумали, звучит как стишок здесь это самое указательное местоимение чего не было в первой части, единственное на множественном числе. Вот такие упражнения для введения, закрепления материала, да и солидарь, множественное число даем, все это тренируем, добавляем и теперь подводим итог. А что же мы научились рассказать? Я люблю, смотрите, цвет, музыка, животные, фрукты, овощи, еду, какую люблю, напитки, как я люблю, и время горит. Ну и тут же даем, просто на простом запоминании, не люблю, тоже рассказывать. Заполняем о себе анкету такую. Кен. Ну вот как бы 12 глаголов основных вспоминаем, даем, многие к этому времени глаголы уже известны, запомнили их, пишем теперь, кто из этих людей на картинке что умеет делать. Опять же переходим на личностно-ориентированное упражнение, расскажи, что ты умеешь делать, что твой брат, сестра, друг умеет делать, потом отрицательная форма, не умеют делать, вопросы разбираем и спроси одноклассница, что он умеет. Вот такие разговоры по семье все время. Опять же, пожалуйста, вспомните, давайте подведем итог. Смотрите, мы уже, это не первый раз, там была еще на указательных местоимения панджа. Мы уже работаем переводчиками, умеем это сказать, составить предложение, все это уложить, но забываем иногда ээн, но ничего, это прощается. Опять же, то же самое, подводим итог в достаточно положительном ключе. Добавляются предлоги. самые простые он и андер и бифай. Разбираем, играем, можно с предметами, какие есть в классе, поиграть, можно по картинке все это разобрать. Вообще, хочу сказать, великолепная работа. Большую благодарность, хочу сказать, редакционному отделу ТИТВА, но и работа художника великолепна. Ребенам очень нравятся все картинки. Такие вот они, теплые картинки. Так, задаем вопрос ТИТВА, а где у нас люк подевался? Расставляем, смотрим, потом учим стишок. Находимся, помогаем девочке все это найти и учим стишок. класс. Ну, здесь я взяла класс, а вообще есть и комната, да, Дерездера проходится, оборот обязательно, где там, где комната, Дерездера, да, но и вот это очень нравится. Нужно прочесть Дерездера и нарисовать. Вот это вот юный художник, студия юного художника с удовольствием рисует. С удовольствием рисует. Ну, вот так вот. Если вам будут, не будем мы необычайно рады, дорогие друзья, если эти пособия помогут вам и вашим детишкам начать изучать английский язык с интересом, с удовольствием. Надеемся, что все будет понятно. Вот, если вы приложите к этому еще и наше «Как читать на 5», то вообще все есть комплект получается. и чтение, лексика, и грамматика, и говорение. 됩니다. И чтение,